Просто удивительно. Здорово. С ума сошел, что ли? Нет. А что такое? Я готовлюсь к концу света. А будет? Ну, говорят, да. И говорят, если вот так ходить, то все сдохнут, а я в живых останусь. Один. Один? Ну, нет. Все же начнут так ходить. Ну, чем больше так ходят, тем больше в живых останется. Ну, ладно, дело даже не в этом. Откуда конец света-то? Да вот, конец света, во-первых, как бы наш оператор рассказывал, что в советское время бабушки очень интересовались геополитикой футурологической, с эсхатологическими наклонностями, то есть концом света. Они сидели на заваленке и говорили о том, что вот, скоро конец света, а Америку затопит. Как говорил Элвин Таффлер. И Фрэнсис Факуяма ему вторил. Наши тоже озаботились. Не только американцы, но и вот в блогах. Очень популярная тема сегодня. Знаешь, что меня поразило, что вот там на эту тему два поста, один на украинском языке, другой на русском. Какой из них переводной? Да, несоответствие, может, надо почитать. Так вот, в блогах тоже пишут как раз о конце света, и вот, начиная с 2008 по 2020, варианты концов света. Каждый год будет конец света у них, ну, по блогам, да? Ну, не только по блогам, по разным версиям. То есть, например, в 2008 году будет заурядный конец света. На Землю упадет астероид диаметром больше 800 метров, и последствия такого известны и детям, соответственно. А потом еще один упадет в 2011. Вот. Потом тут же космической пыли. Ну, скучно. Потом в 2013-м Рагнарёк будет, он же судный день. А вот это такие фразы, как гиперпространственный переход в четвертое измерение, они вообще меня убивают. Сложный, но нужный конец света. Это вообще хорошо. А мне нравится вот окончание какого-то там 9576-летнего цикла, которое приведет к гибели текущей цивилизации. Непонятный конец света. Но, возможно, переход 4 спасет Украину. А может и нет. Чё, он только Украину спасать будет. Ядерная война в 2018-м по предсказанию Нострадамуса. Хотя Нострадамусу можно верить. Нострадамусу можно верить, честный. Вот. А еще обещают, что Земля отвернется от Солнца. Где было жарко, там будет лед, и большинство животных умрут. Но это будет временный такой конец света. Так вот, мы в связи с этим тоже подумали, покопались в своих закромах и вычислили один из концов света. Наши более реалистичные сценарии стопудовые. Можно уже фильм. Итак, поехали. В 2010-м году Россия выигрывает чемпионат мира по футболу. И наступает конец света. Россия писает кипятком. Бразилия, Англия, Франция, Германия и Англия пускают слюни. Америку затопит. В 2011-й год, удивительное событие, появляются генно-модифицированные ириски. Если такую засунуть в рот и пожевать, то человек превращается в ириску. Что в этом, казалось бы, страшного? Ну нет, наступает каннибализм, потому что ириски начинают поглощать ириски. То есть люди, бывшие, ныне ириски, едят людей. Наступает конец света. Да. Ну и Америку затопит. Америку затопит, да. В 2012-м году на выборах президента Владимир Путин, возглавляющий список партии «Единая ириска», одерживает убедительную победу над Владимиром Жириновским из партии «Либеральная демократическая карамелька». Наступает конец света, а Америку, как обычно, затопит. Ну, они уже привыкают к этому. В 2013-м будет интересно, потому что будет сразу два конца света, и они будут друг с другом бороться. Никто, ни один из концов света не захочет уступать друг другу. Да, да, да. За право доказать, кто настоящий. Кто настоящий, конец света. И из-за этой борьбы разразится конец света, и американцы начнут отращивать жабры. Ну, знаешь, что их точно затопит. Будет сто пудов быть популярный фильм. Жабракалипсис. 2014-й год. Олимпиада в Сочи у нас будет происходить. И в связи с этим натренировавшиеся кенийские лыжники завоевывают все медали. Причем не только в лыжах и в биатлоне, но и в хоккее, и в керлинге. Наступает конец света. Америку затопят, и поэтому, так как ее уже неоднократно топят, ее переименовали в Муму. Соединенные Штаты Муму. Америка путем демократических выборов выбирает глухонемого президента Герасима. В 2015-й наступает глобальное похолодание. От холода умирают жители всего мира. А в Америке, наконец-то, затопят. Такой вообще каламбур. 2016-й год. Абсолютно реалистичный такой конец света. Мировое турне группы «Токио-хотель», посвященное десятилетию группы. Японские фанаты на концерте прыгают так, что на западное побережье США, то есть Соединенных Штатов Муму, обрушивается цунами. Всю Америку затопят. Ну, кроме Санта-Барбары, потому что там ведутся съемки сериала. 2017-й год. Круглая дата. Ленин выходит из Мавзолея. Наконец-то. Выпивает бутылочку бальзама. Таким образом полностью бальзамируется. И едет. Куда? В Шушинское. Прятать запрещенные книжки. Сорокина, Дарью Донцову. Майнкамп. Майнкампф и Агнию Барто. Наступает конец света. Почему? Потому что Ильич забирает все свои лампочки у Чубайса. И все. Америку затопят соседи сверху. В 2018-м очень страшный конец света наступит, потому что умирает Петросян. И в мире остается одно горе. На похоронах Петросяна выступают специально приглашенные профессиональные бабки-хохотальщицы. Все плачут. Америку затопят. 2019-й самый сложный. Новодворская становится ведущей программы «Блондинка в шоколаде». Так. Ксения Собчак уезжает в Шушинское к Ленину, прятает свои запрещенные книжки. И строит «Шалаш-2». Поэтому он наступает и Америку затопит. Ну и 2020-й, такой последний конец света, который на нашей памяти есть. У Путина заканчивается второй строк президентства. И его клонируют прямо во время новогоднего обращения в неограниченном причем количестве. Все радуются и начинают праздновать нового Путина. С новым Путином вас! Спасибо. Спасибо за вас. Вот. Все жители страны наряжают Путина. Теперь у Путина есть возможность лично принести подарки в каждый дом. Большинство мальчиков погибает от контрольного поцелуя в пупок. Конец света продлится весь 2020-й год. Ну а Америку засыпет, как ни странно. На этот раз. На этот раз засыпет, да. Ну что, топить все, да, все время.